Ключи от новых машин скорой помощи получили в среду представители Сахалинских ЦРБ. В районы уедут 8 фургонов «ГАЗ-Соболь», оборудованные все необходимой медицинской аппаратурой. Полноприводный транспорт предназначен для эксплуатации в непростых условиях – при бездорожье, на больших расстояниях и при непрерывной нагрузке. Те, кто обслуживает автомобили, говорят, что при возможности выбрали бы «УАЗы-Буханки». У «Соболя» слабый для его массы двигатель. Высокий расход топлива. Быстро выходит из строя ходовая часть. В региональном Минздраве, впрочем, этого пессимизма не разделяют. Мы стараемся не допускать, чтобы автомобили эксплуатировались более пяти лет. Поэтому мы их сейчас планово и меняем. Эксплуатацию осуществляют наши центральные районные больницы, а в городе Южно-Сахалинск станция скорой медицинской помощи. У них есть достаточные условия для текущего обслуживания автомобилей, но в случае ремонта они обращаются в соответствующие организации. То есть у нас были ситуации, когда парк был изношенный, но за последние несколько лет мы полностью обновили все автомобили. И я думаю, что сейчас таких жалоб от медицинских организаций о том, что автомобили не могут выполнять свои функции, мы получать не будем. В списке оборудования, загруженного в салоны фургонов, дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ – всего более 20 наименований. Напомню, в ноябре островные ЦРБ получили еще 8 спецмашин.